Мастер и Маргарита В первом веке нашей эры это была крупнейшая держава мира. Сотни цветущих городов поражали воображение чужестранцев. Варенные победы в Центральной Азии позволяли правителям империи фактически контролировать этот огромный регион. Древний Китай. Империя Восточная Хань. У нас в гостях историки Марк Ульянов и Артем Кобзев. Здравствуйте. Артем Кобзев. Родился в 1953 году в Москве. Выпускник МГУ. Доктор философских наук. Профессор. Заведующий сектором идеологии и культуры Китая Института Востоковедения Российской Академии Наук. Декан факультета гуманитарных наук МПТИ. Автор книг и публикаций в том числе. Философия китайского геофизианства и учения о символах и числах китайской классической философии. Марк Ульянов. Родился в 1966 году в Москве. Выпускник Института стран Азии и Африки при Московском Государственном Университете. Кандидат в исторических наук. Доцент. Заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки. Автор переводов и комментариев по истории Древнего Китая. Восточный хаммер Восточный хаммер на один из наименее изученных периодов и наименее известных периодов китайской истории. Восточный хаммер, потому что столица находилась к востоку от столицы предыдущего периода, Западной Хань. А если в Западной Хань столица располагалась в историческом районе, который называется Внутри Заставья. Этот район очень известен. Сейчас там провинция Шэнси административная. Это город Сиань. Недалеко от Сиань находится известная гробница императора Циньши Хуанди. Это ракотовая армия, которую все хорошо знают. Там находился город Чанань. Там такое вечное или длительное спокойствие, если переварить буквально, где располагалась столица Западноханьской империи. Напомню, это 202-й год до нашей эры по 8-й год нашей эры. Мы уже помним по предыдущей передаче с 8-го по 23-й годы нашей эры. На территории Китая была империя Синь. И в ней успел править один император Ван Ман. И вот в 23-м году он был убит. Мы еще подробнее об этом расскажем. И начинается процесс, длительный затянувшийся на несколько лет, процесс создания новой империи. Или точнее, воссоздание старой империи в каком-то новом обречении. В новом месте. Да. И столицей постепенно становится город Луян. Сейчас тоже очень известное место в Китае. Это крупный город на южном притоке Хуанхэ, реке Лу, в том месте, где Хуанхэ выходит уже из внутри застави, из тоже известного ущелья Сань Мэнься, или ущелья Трех Ворот. И выходит уже на огромнейшую Великую Китайскую равнину. Как раз на выходе Хуанхэ, на Великую Китайскую равнину, немножко южнее, тоже в местности со сложным рельефом, находится этот город Луян. Мы опять несколько слов о предыдущих периодах. Совсем кратко, если повторить, да, как развивался исторический процесс на территории Восточной Азии, на территории современного Китая, как формировалась китайская государственность. Да, мы вспоминаем, наверное, первые государства нового типа, которые находились в районе Нижней Янзы. Да, это район Шанхая современного города. Это конец третьего, начало второго тысячелетия до нашей эры. О них мы говорили в наших первых передачах. Да, потом всем хорошо известно государство Шанх с его гадательными надписями на панцирях черепах и на костях животных. Это где-то 1300-1027 год до нашей эры. И мы говорили о том, что это было государство, находящееся на перекрестке исторического развития. То есть это был такой уже не Ном, да, в понимании Дьяконова, а Суперном, внутри которого уже формировался зачаток будущего территориального государства на территории Восточной Азии. То есть столица его округ, это было нечто большее. Но за пределы определенного района оно еще выйти не могло. И вот в 1027 году до нашей эры возникает новое государство, западное Джоу, которое становится первым территориальным государством. Он включает в себя уже достаточно большую часть бассейна реки Хуанха. В 771 году царство распадается на территории Великой Равнины. По бассейну Хуанха и бассейну Йензе формируется около 300 различных владений разных государств. Начинается период весен и осень и воюющих царств. Это 771-221 год до нашей эры. Борьба – это очень интересный период. У нас было посвящено две передачи. Мы говорили о философии очень много, период Джангу, даосизм, конфуцианство, формирование основных учений. И концентрировали внимание на историю государства Цин, которое к 221 году завоевывает все остальные государства. Вот в 221 год до нашей эры в территории Восточной Азии впервые складывается государство, которое может быть названо империей. То есть включает в себя состав своей территории и бассейна Хуанха, и бассейна Йензе, двух великих рек, за пределами расселения какого-то одного этноса. И вот с этого момента начинается уже имперский период в истории Китая. И, собственно, Восточная Ханя – это его кульминация, это конец древности. Падение Ханя ознаменует собой начало средних веков в истории Китая. И это как бы синхронный расцвет и западная цивилизация, Римская империя. Это очень интересный, сложный и такой продуктивный для формирования китайской цивилизации период. Восточная Ханя Синхронная Ханя Синхронная Ханя Синхронная Ханя Условно говоря, тысячный год до новой эры, рубеж 2-1-й тысячелетия, до новой эры, время возникновения династии Чжоу, когда, собственно, стал формироваться тот Китай, который мы имеем. До этого в китайской историографии называются некоторые династии. В общем, одно время историки сомневались в их существовании, считали мифическими. Сейчас археологи, скорее, подтверждают их существование. Но все это некоторая такая архаика. А вот, так сказать, классический Китай, когда жил и действовал Конфуций, Лаудзе, вот такие известные для европейцев имена, это вот династия Чжоу. И она стала, так сказать, нормативной для всех последующих династий. Причем уже тогда, в самом названии этой эпохи и династии, а скорее эпохи, присутствовал такой нелицательный смысл. Чжоу — это не только имя собственное, это еще слово, означающее всеобщность, тотальность. И классические тексты, которые создавались в эту эпоху, они, вот, включая в название данный иероглиф, они обыгрывали его смысл. Они претендовали на некоторую, так сказать, универсальность. И последующие эпохи династии, они брали в качестве примера вот эту Чжоу. Значит, нам понадобится следующий сюжет, связанный с династией. По-видимому, совершенно точно, что ее основали выходцы с Запада. И, по-видимому, образование этой империи, собственно, классического китайского государства, оно было связано с некоторым импульсом, с движением народов, произошедшим где-то там, ну, в Средней Европе, по-видимому, на территории современной России. И вот эти импульсы движения, которые привели к синхронно, к поразительным изменениям в основных культурообразующих частях Алькумены. То есть, Арии появились на территории Индии и Ирана, основные греческие племена появились на Панессе. И вот эти три культурных очага, существующие до сих пор, продолжающие свое существование, они, значит, стали оформляться. И процессы шли, так сказать, ну, в таком схожем временном режиме. В данном случае это важно вот почему. Потому что династия Хань, которая оформила китайскую культуру вот в той целостности и в деталях, которая стала образцом уже для дальнейших столетий и тысячелетий, она этот импульс вернула в Европу. То есть, сначала, получив его, через тысячелетия этот импульс вернула, когда расцвет империи привел к тому, что, значит, варвары-соседи, получив, так сказать, удар, двинулись, значит, дальше, через, значит, Средвазию для пространства и дошли, в общем, практически... До того же самого Рима. До Рима, да, ну, до Центральной Европы. Вот это вот нашествие гуннов в Китае, именовавшихся Сюну, привело к формированию, собственно, того западного мира, в котором мы живем до сих пор. Гунный кочевой народ сложился во II-IV веках в Приурале из тюркоязычных народов. Массовое передвижение гуннов на запад дало толчок так называемому великому переселению народов. Гунны опустошили территории в Северном Пречерноморье и Приазовье. Подчинив ряд германских и других племен, гунны возглавили мощный союз племен, без понимавшей походы во многие страны. Наибольшего могущества гунны достигли при вожде Аттимии. Теперь мы напомним нашим уважаемым зрителям, что, собственно, эта империя дала этническое название китайцам, и, собственно, это самое главное. То есть китайцы – это ханьцы. И вот мы разбираемся с самой интересной, самой цветущей, самой высокоразвитой державой мира, и при этом самой проблемной. Вот здесь уже прозвучала вот эта мысль о том, что все было прекрасно, здорово, и, тем не менее, начались разрушительные процессы, которые привели к гибели этой династии и империи. Вот, кстати, я принес с собой три книжки на русском языке, имеющиеся наиболее, так сказать, популярные в этой династии. И вот одна из этих книг известного китаиста Малябина называется «Гибель древней империи». Это действительно проблема, занимающая мысль историков. В чем тут дело? Значит, если обобщенно отвечать на этот вопрос, то можно сказать следующее. Китай всегда, во все времена своего имманентного развития, становился по прошествии определенного времени самый богатый, самый передовой, самый цветущий империи в мире, или государством в мире. И, в общем, мы это наблюдаем и сейчас. Собственно, такой мостик, он нам позволяет актуализировать ту проблематику, которой мы сейчас занимаемся. Я вот, значит, готовясь к этой передаче, встретил такую цифру. Значит, в 23-м году до новой эры, то есть во времена нашей династии, ну, правда, еще вот, значит, западной, но уже близко к восточной, значит, историки подсчитали, что в Китае сконцентрировалось, благодаря в основном торговле шелком, 5 миллионов унций золота. Вот если это пересчитать, значит, по современным ценам, когда, значит, которые нам напоминают каждый день экономисты, поскольку цена золота растет, то это получается примерно 7,5 триллионов долларов. И при этом мы знаем, что, значит, современный золотовалютный запас Китая, самый большой в мире, это тоже недавно достигнутый рекорд 3 триллиона долларов. То есть получается, что, значит, вот примерно в тех же масштабах, значит, и держится богатство этой страны. Очень, так сказать, забавное совпадение. Ну, в два раза больше, но, так сказать, может быть, мы дойдем еще и до этого. Так вот, в Риме, в это время, значит, уже был открыт шелковый рынок специализированный, который во времена Тиберии, значит, ответственного за гибель Христа, подвергся, по-видимому, закрытию, потому что он запретил, значит, торговлю шелковыми одеждами. Ибо, ибо это разоряло Римскую империю. То есть проблема стояла точно так же, как сейчас, то есть по прошествии двух тысяч лет. Это абсолютный торговый дисбаланс в экономических отношениях между Китаем и всем остальным миром. Ну, торговый мир и Рим, они были одинаковые. Да, городу и миру, да, как известно, обращались римляне. Так, ну, промежуточные страны тоже участвовали, собственно, и Индия участвовала. Ну да, как поступало все это великолепие из Китая в Европу. Китайцам, оказывается, требуют при обширном совершенно репертуаре товаров, которые они использовали, им требовались всего лишь конь, конь и нефрит, которые, значит, вот поблизости где-то они добывали. Нефрит в переводе с греческого почка, минерал. Нефрит применялся в глубокой древности как ценный подерночный материал для каменных орудий и декоративных художественных изделий. Особенно в странах Азии, Китая, Индии, других. Нефрит изделий высоко ценился китайцами, которые называли его «камнем жизни». Из него изготавливали самые ранние из известных символы царской власти. Жезлы, диски, топоры и другие. Древние китайцы приписывали нефриту пять основных достоинств, отвечавших шестидушевным качеством. Его мягкий блеск олицетворяет милосердие, его твердость, умеренность и справедливость. Полупрозрачность – символ честности. Чистота – воплощение мудрости. И его изменяемость олицетворяет мужество. Возникает вопрос, ну если все так прекрасно и хорошо, что же могло нарушить вот это вот цветение, которое сами китайцы так и обозначали, как самоназвание «цветущая середина». Значит, причин могут быть только две. И, собственно, исторические сочинения это и подтверждают. Ну или воздействие каких-то внешних сил, агрессивных, ну, варварское окружение, которое всегда жаждет приобщиться к высотам цивилизации в грубых и неприличных формах. И внутренняя причина, то есть то, что мы сейчас называем коррупцией. Вот это та классика... Ну или что, похоже, не совсем на то, что... Используя власти в своих целях. Коррупция, если так понимаю, это конечно. Вот вся эта эпоха, она связана с дискуссиями, официальными дискуссиями государственными, посвященными вопросу монополизировать основные производства, государственные монополии, то, что мы называем сейчас государственными монополиями. Вот их монополизировать, или, значит, их национализировать, или отдавать их, значит, в откуп частным предпринимателям. То есть вот эти вот споры, которые будоражат умы современников, это актуальная проблематика китайских правителей. Первого третьего века. Да, да, да. То есть вот основные производства, значит, металл, соль, производства, которые... в которых были заняты десятки, сотни тысяч людей. В металлургии тогда участвовали действительно до ста тысяч человек. Это были производства, насчитывавшиеся по стране государственные десятками, довольно крупные. В них применялись самые передовые технологии того времени. Ну, в частности, передовой технологией было, например, изобретение тачки. Вот такая, значит, замечательная вещь. Дочек-поварорудие, значит, садовода, нашего соотечественника, вот, она была впервые, так сказать, изобретена китайцами. И активно использовалась в это время. Ну, помимо, значит, вот таких, вроде, простых вещей, в это же время китайцы, да, шли до вещей, вполне, значит, продвинутых. Ну, значит, в Велении Императора в это же время, например, было в 16-м, по-моему, году проведено, значит, первое анатомирование человеческого тела, которое, значит, в Европе только в начале 14-го века было произведено. Распространение получило еще позже. Да. Ну, да. А в Китае, к сожалению, это все заглохло. Вот, так сказать, наука анатомии так и не сложилась. То есть, они посмотрели, закрыли, и, значит, дело на этом кончилось. Вот, но один выдающийся ученый этого времени Джан Хэн прославился тем, что создал такие механические часы на водяном приводе, которые представляли собой некоторое дерево, где, значит, каждые первые 15 дней вырастало по одному листу медному, а остальные 15 дней месяца эти листы отпадали. Значит, в случае короткого 20-дневного месяца, значит, последний лист был такой, увядший с самого начала. Вот такие, значит, хитрости описал первый полет человека в это время. Ну, и так далее. Так, полет на чем? Ну, с каким... На змеи? Нет, ну, кстати, да, кстати, да, китайцы, так сказать, изобретатели, любители до сих пор практикующие активно, значит, запуски воздушных змеев, это, так сказать, один из применных элементов культуры. Да, конечно, на каких-то, так сказать, таких крыльях примитивных плане спланировал человек. Вот такой случай описан. Коррупция или сращение сращение государственной власти с экономикой, с купцами, вот это важнейшая проблема. Когда мы обсуждали фигуру Ван Мэна, в западной историографии, известного как первого китайского социалиста, вот первый социалист-император, вот это, так сказать, похоже на известное высказывание Пушкина, о том, что у нас там самая прогрессивная власть, самый большой европейец. Вот там, значит, тоже такие социалистические эксперименты пытались проводить власти. Специфика китайского подхода Гадилу состоит в том, что при этом изменения носят тотальный характер. То есть, в принципе, китайский подход, отличающийся от западного, это подход холистический. Вот хорошо видный в случае с медициной. Вот западная медицина лечит болезнь или отдельный орган, китайская медицина лечит организм в целом. И этот подход характерен для всего. Ну, в частности, вот он запретил использование или там предание людям имен, состоящих из двух иероглифов. Вот классическое китайское имя это фамилия на первом месте стоящая из одного или реже двух иероглифов, состоящие, соответственно, в транскрипции на западном языке двух слогов. Например, Сыма. Вот два иероглифа Сы и Ма. Выдающийся историк Сыма-тяна, который мы тут постоянно вспоминаем. И имя обычно состоящее сейчас из двух иероглифов или реже из одного иероглифа. Ну, например, Бангу, там фамилия Бангу, имя. Так вот, оказывается, что в это время вот такой режим экономии, он коснулся даже имен человеческих. В эту эпоху мы, значит, наблюдаем обилие персонажей, у которых имена состоят из одного имени, выраженного одним иероглифом, а не двумя. В это же время не только сложились основы китайской культуры, но, что самое важное, китайского языка. Между прочим, классический китайский язык это язык 5-4 века до новой эры и 3-го века новой эры. То есть, его конец совпадает условная грань с падением династии Хань. То есть, с одной стороны, эта эпоха ознаменована изменением, радикальным изменением письменного языка иероглифики в 1913 году до новой эры, произошедшем еще при предшествующей династии Цинь. С другой стороны, это изменение естественного языка. Ну вот, скажем, что самое такое яркое в китайском языке, что отличает его от нам известных европейских языков, это тонны в современном языке, это 4 тона, которые иногда называют музыкальными, которые придают языку вот некоторую приятную музыкальность и ритмичность. Так вот, эти 4 тона, собственно, сложились именно в эпоху Хань. То есть, современный язык, он сложился именно тогда. И тогда же появились первые словари, первый полный толковый китайский словарь Шоуэнь Дзи Цзи, то есть, анализ знаков и объяснения иероглифов, появился именно тогда, это 10 тысяч иероглифов с этими логиями и значениями, и он, собственно, стал базовым для, значит, всех последующих времен. И тогда же знаменитый ученый Ян Сюн создал первый диалектный словарь китайского языка Фан Ян. Мы его упоминали в прошлый раз. Так вот, то есть, этот словарь, состоящий примерно из 9 тысяч слов, показывал распределение диалектов на территории Ханской империи. Там видно примерно 14 разных зон, которые можно обобщить до 6 более крупных. Современные исследования подтвердили все вот эти деления. Но в данном случае нам интересно вот что. В это время такое языковое деление существовало, и оно было достаточно значительным, а илоглифика создавал такой унифицирующий эффект, который, собственно, и таким вот связующим кругом объединял все это и создавал единую империю. 025-й год, когда власть вернулась в руки династии Лю. Да, напомню, что Лю это потомки основателя западной Любана. Любан был выходцем из таких земель, которые позже всего были присоединены к великому царству Чун, которое располагалось в бассейне реки Йензи. И вот первая как раз империя это время, когда внутри империи шло переплавление этносов. Сино-тибетцы и тибетцы, которых представляли и жители Великой равнины, бассейна Хуанхэ, царство Цинь, смешивались с южными народами, контактировали, образовывая вот эту новоимперскую территорию. И вот эта династия Лю, как раз были выходцами из промежуточных, из пограничных районов между севером и югом и стали одним из таких связывающих моментов. Действительно, в конце первого века до нашей эры, в силу уже известных нам обстоятельств, мы их обсуждали на прошлых программах, они утратили свою власть. И многие представители этого рода, их клана, очень разведленного, разбежались из столичных центров на периферию уже новой державы Ван Мана. И Ван Ман действительно лично замечательный, начал модернизационные преобразования, которые были необходимы империи, очень многое сделал, но мы уже говорили, вот стихийные бедствия, которые бились в течение трех лет, не дали ему возможности реализовать и свои замыслы, и продолжить династию. И сторонники рода Лю, после того, как бедствие достигла своей кульминации где-то в 15-17-е годы нашей эры, начинает антиванмановское движение. Здесь хочется сказать, что приближаясь к 25-му году, к времени создания уже нового государства, хочется сказать, что в описании истории Китая много штампов. Да, и один из этих штампов, который входит во все учебники, в том, что движущей силой антиванмановского движения было народно-крестьянское восстание, которое привело тогда еще не к победе феодализма или социализма, а всего лишь к свержению династии. И часто называют это движение краснобровыми. На самом деле вот здесь хотелось сразу внести некоторую ясность. В соответствии с современными представлениями, которые все-таки изиживаются на основе перевода, анализа источников, в том числе и Ханшу, и Хоу Ханшу, становится ясным, что в условиях ослабления центральной власти власть сильных родов, о которых мы говорили тоже в прошлый раз, она естественным образом увеличивается. И вот когда власть в столице ослабевает практически полностью, начинается движение за борьбу за центральную власть, за взятие столицы. И вот эти самые краснобровые, которые часто упоминаются, они не были единственными армиями, которые участвовали в борьбе. Почему это? Это выходцы из Шандуна, и там были распространены даусские секты, и в ритуальных целях они вымазывали брови красным цветом. Потом это стало необходимым для того, чтобы отличать своих от чужих. Познавательным знаком. Да, познавательным знаком. Так вот, сейчас известно, что и руководитель этого движения, то есть полевой командир, который подчинил 300 тысяч примерно в конце концов, они все объявлялись вокруг одного из представителей рода Лю, Лю Пханзы, который в течение года примерно будет императором, как раз в 25-м году, накануне воцарения Куан-Уди, о котором я еще скажу. И кроме Краснобрового были еще десятки других таких же представителей клана Лю, представителей этих полевых командиров или сильных родов, которые с разных сторон, из бассейна Юнзи, из разных районов Великой Равнины, из Шаньдуна, изнутри застави, вступили в борьбу за власть в условиях, когда центральная власть максимально ослабла. И действительно, вот наш будущий герой, первый император, который известен своим титулом Гуан-Уди, он станет правителем 25-го года, реально, это будет править с 27-го года, а вот тогда еще, да, в конце десятых, начале 20-х годов, он как раз и будет даже одним из таких локальных командиров, которых вольется в отряд, который будет выступать против Ван-Мана и постепенно просто где-то будет везти. он встретит высокого покровителя, который составит стратегический план, связанный не с завоеванием власти в каком-то районе, а связанным с походом на столицу. И Ван-Ман, в общем-то, героически сражается до 23-го года, мы уже описывали взятие столицы одной из армий, гибель Ван-Мана буквально в гуще боя, и вот тогда с 23-го по 25-й год идет борьба между этими отдельными армиями, отдельными полевыми командирами, в том числе среди которых полевые командиры в кавычках, да, конечно, среди которых есть и представители рода лю, которых они пытаются привести к власти, то есть реставрировать власть династии. И действительно вот в 23-м году одна из таких банд, а по-другому его не назовешь, завоевывает город Чанань, и там начинается, прошу прощения, как раз Лоян, да, и там начинается правление первого императора из рода лю, Ганше. Он еще не будет связан с этой будущей династией, которая будет править члены Восточных Амин, он будет только одним из представителей рода лю, который первым в пост-восмановский период будет приведен к власти. все эти годы 23-24-25 идет ожесточенная борьба и постепенно власть первого императора исчерпывается. И вот здесь как раз Краснобелы и как бы на коне они завоевывают старую столицу город Чанань и там приводят к власти нового императора. Одновременно надо сказать, что и другие банды тоже объявляют своих императорами, да, и там можно говорить о нескольких трех, четырех, пяти человеках. Вот только два из них занимают столицу, старую и новую. И вот уже в Чанане, да, внутри заставе, Лю Пханзи в 25-м году. Таким образом получается, что в Луяне один император из рода Лю, а в Чанане в старой столице еще один из рода Лю. Причем часто говорят, что вот второй Лю, да, который в Чанане, он был простым скотоводом и так далее, но это все лишь, в общем-то, способ уже дальнейшей, да, как идеологической борьбы, где дискредитация, черный пиар. Да, дискредитация, да, и является важнейшим, в общем-то, может быть, часто единственным инструментом низвержения правителей. Таким образом, вот 25-й год, начало 25-го года, это время двоицарства, когда двоевластие, когда в одной столице один император, в другой, но ни тот, ни другой не могут установить контроль, потому что вся страна бурлит. Да, вся страна в руках вот этих банд, и Краснобровы действуют достаточно удачно, но у них нет идеи, да, и кроме них есть еще и какие-то рыбьи хвосты, да, лошадиные уши, чего только нет, ну почему-то вот советская историография полюбила Краснобровых, очевидно из-за цвета, именно из-за цвета, и какой-то они все-таки приличную часть тела помазали. Вот, да, да, и так получается, что вот будущий император Гуан-Уди, он человек, который дает идею, ну вот, то есть его действия на просторах Великой Равнины, они не связаны вот с этими метаниями за какую-то небольшую выгоду, да, связаны с ограблением бывших поместьей, да, с грабежом, насилием. Вылезли здесь в возможность городов, каких-то поселений. он осаждает крупные города, где осели сторонники либо одного, либо другого императора, он делает это грамотно, делает это гуманно, да, то есть эти два года он тратит на то, чтобы привлечь, а это происходит само собой, ему не нужно никаких усилий, да, прилагать для этого, привлечь к себе и сильных военачальников, которые искали работу, и вот бывших чиновников, ученых, мужей, и кроме того, конечно, это все еще патрон клиентский, отношения у него сильные патрон, и вокруг него складывается достаточно большая клиентела, что тоже вот характеризует социальные отношения в это время. В 1925 году они занимают начало Чан Ань, выгоняя Краснобровых и Люпхэн Зе, а потом уже Лаян, и к 1925 году ситуация меняется, да, вот исторический процесс идет, и всем надоело эта война ослабли, те, кто хотел ограбить, уже ограбил, ушел в Освоясе, и всем нужна центральная власть, больше двух лет гражданская война длиться не может, это очень тяжело. Меня все-таки волнует проблема гибели вот таких вот устроенных государств, и, значит, стоит заметить следующее, значит, вот этот ванман, он все-таки пытался реализовать классические принципы справедливости, он обращал наказание на собственных детей и детей своих ближайших сподвижников, они подвергались к казни, что приводило, в общем-то, разрушение вот этих вот очень тесных связей. Он ограничивал олигархов, тогдашних, естественно, да, но что получилось, значит, тем самым он вызвал ненависть с их стороны, расщепление вот этой правящей верхушки, внутренней борьбы, а любви народной не снискал. И как только возник внешний фактор, этот триггер, который, значит, запустил некоторый процесс, о чем нам и сейчас говорят, вот начнутся технологические катастрофы, и это приведет к непредсказуемым последствиям. Вот начались эти природные катастрофы, и они вызвали движение масс снизу, которое смело своих защитников наверху. Получительная история. Значит, еще один нюанс во всем этом, идеологический. Вот краснобровые, здесь прозвучало сообщение о том, что они вдохновлялись, собственно, они были представителями неких даосских сект. Это важный момент. Значит, оцвете сначала бровей, цвет символический, безусловно. Значит, каждая империя китайская выбирает свой цвет, идентифицируясь с некоторым элементом из числа пяти, которым он присущ. Значит, стандартно эта империя должна была быть по желтым цветам, цветом почвы, центрального элемента. Ну, предыдущая империя Тинь, она себя идентифицировала с водой, и, значит, черным цветом. Значит, но Ван Ман в силу разных, так сказать, причин, пытаясь дефицировать собственную фигуру и, значит, придать такой религиозный статус своим нововведениям, значит, заигрался на религиозной почве и, значит, боролся за красный цвет. То есть, он себя стал идентифицировать с элементом огонь и красным цветом. Так вот, на эту его попытку был ответ со стороны, значит, даосов, которые, значит, одним красным цветом огнем подавили, другой красный цвет. Значит, в это время, как раз, в эту эпоху Восточный Хань происходит важнейший идеологический сдвиг. Одна из крупнейших, и, может быть, самая крупная, самая национальная, самая, так сказать, китайская, а, может быть, не самая китайская, это еще, так сказать, вопрос неразрешенный, философская школа, даосизм, кстати, во всем мире самая известная, и считающаясь самой философской, ну, в точке, например, Гегеля, она в это время превращается в религию. Тоже, так сказать, близкий нам сюжет. Вы тоже наблюдали, как самое научное учение, но превращается, так сказать, в такую квазирелигию. Всесильные, потому что верны. вот оно самое. Даосизм, оригинальное философско-религиозное течение традиционного Китая, одно из трех главных его учений, являющее собой основную альтернативу конфуцианству как философии и буддизму как религии. Даосизм возник в середине первого тысячелетия до н.э. на основе древних верований хмунгов, создателей великого царства Чу в бассейне Янзы. Цель приверженства даосизма достичь единства с первоосновой мира, дао, и посредством алхимии и психо-физических управлений обрести бессмертие. В истории Восточной Хань мы видим, что сначала Ван Мана свалили даосы, и потом саму империю восстановленную тоже свалили движения, возглавляемые даосами, но уже, так сказать, идентифицировавшимися с другим цветом, желтым. Желтые повязки, желтое небо и все такое прочее. То есть, вот грани этой империи связаны с даосскими движениями. А что мы еще наблюдаем? Значит, вот я сказал о включении в глобальный мир, экономически произошло, но произошло включение и идейное, религиозное, философское, я имею в виду проникновение буддизма в Китай. Тогда сложился вот этот классический триумберат китайской идеологии, конфуцианство, даосизм и буддизм. Вот. При этом буддизм располагал уже развитым пантеоном, у буддистов были монахи, были люди, способные жертвовать, так сказать, всем мирским во имя высоких идеалов. И в эту эпоху они оказались наиболее востребованными, потому что эпоха-то была страшная. Значит, напомню о страшном. мы упоминали, что к рубежу эр, к нулевому году, в первой переписи, такой официальной переписи, общеимперской, было установлено, что в Китае проживало примерно 60 миллионов налогоплательщиков. Крупнейшая держава. Уже в конце царствования Ванмана, начало Лево-Восточный Хань, обнаруживается, что там проживает всего примерно 20 миллионов. То есть в три раза сократилось население страны. В три раза. А в центральных районах, вот на Великой Равнине, истребление доходило до восьмидесятых населения. То есть это произошли совершенно страшные, несопоставимые, ни с чем, по-моему, тоже мировые рекорды по истреблению собственного населения. Тогда свидетели писали о том, что леса целых провинций были истреблены на изготовление стрел, копий и луков. А, кстати, в те времена у лучника был боезапас в 150 стрел, еще снабженных металлическими наконечниками. То есть вот такие страшные и, собственно, до вот этого числа 60 миллионов империя не дошла в течение там и 100 лет. То есть восстановление примерно произошло где-то уже во втором веке Новые эры. вот такие происходили страшные события. И, естественно, когда такое происходит, люди начинают задумываться о вечном. тут есть из чего выбирать. А в китайской классике-то вот этого несколько не хватало, потому что все вот эти традиционные идеологии, они были ориентированы на мирские ценности. А мирские ценности все рушатся, все ненадежно, все страшно, и гибелью грозит. И тут появляются такие вот божественные посланцы из Индии, из небесной страны, как говорили китайцы, они называли небесной страной, и начинают говорить очень интересные вещи. Это религия спасения. Первая в Китае религия спасения. Естественно, они находят отклик. И возникают два таких важных социальных эффекта, социально-идеологических. Во-первых, начинает укореняться буддизм в Китае. И это укоренение, так сказать, продолжилось до нашей вне. Собственно, самый посещаемый храм сейчас в Китае это буддизм. Да. Вот. И, значит, именно в середине первого века до Невэра был, согласно традиции, в Ло-Яме как раз построен храм Белой Лошади. Потому что якобы на Белой Лошади из Индии монах Кашьяпа привез первые каноны туда. А с другой стороны даусизм, национальное учение, начинает учиться у продвинутых буддистов и воспринимать их модели организации, что приводит в итоге к созданию вот этого развитого культа с развитым жречеством, с монашеством. и более того, значит, все это доходит до того, что императоры ханские начинают официально признавать лидеров даусизма, лидеров буддизма. Мы кончили прошлую передачу на том, что в конце первого века до новой эры начал создаваться культ конфуция. там тот же самый процесс происходил, тоже философия и наука тех времен, как стали превращаться в религию. И параллельный процесс, значит, коснулся вот этих учений и сложился вот этот троичный комплекс. И более того, вот эти даосы уже не на востоке, как краснобровые, а вот не под красным цветом, а под желтыми знаменными концентрировались уже на западе, значит, в районе современной провинции Сычуань. И там возникло в итоге целое теократическое государство, которое стало апеллировать уже не к хорошему императору, как краснобровый. Там речь шла о том, чтобы просто убрать плохого, привести хорошего. Опять под знаменем классическим китайским ренессансом восстановить империю Хань, попранную новой династии Си. А здесь речь шла совершенно о другом, о том, что значит, о прямом контакте с обожественным Лаудзе, который был для них истинным императором. То есть, это по модели буддизма выход не к служителю, так сказать, не к помазаннику Божьему, а к самому Богу. Так же, как буддисты апеллировали к Будде или к Буддам, точно так же они апеллировали к Лаудзе, и начала создаваться целая, так сказать, религиозная идеология, теологические трактаты, но вот возник в частности целый такой трактат канон о трансформациях Лаудзе в это время, где, с одной стороны, он был идентифицирован некоторым вечным таким божественным существом, который приходит в мир в тяжелые трагические моменты. Будет всех спасти. Всех спасти, да, вот, так сказать, такой спаситель, у нас спаситель, значит, пришел один раз и, может быть, придет еще, а там, значит, было описано, что он являлся вот в начале эпохи Джоу в такие вот кардинальные моменты, вот он должен явиться сейчас, и более того, он, значит, некоторым, значит, людям из семейства, значит, возглавлявшего вот эту школу небесных наставников, значит, дает санкцию на то, чтобы они, значит, от его имени создавали, значит, вокруг себя некоторые, так сказать, коллективы и жили такой отдельной государственной жизнью. Вот. При этом, значит, по-китайски это выглядело следующим образом. Им, это школа еще, вот, название школы небесных наставников и другое ее название Путь Дао, Путь Пяти Мер Риса. В данном случае слово Мера соответствует иероглифу Доу, вот, примерно, Дубль. Да, как это. Дубль, это, мера в два примерно литра зерна. такое научно-материалистическое объяснение этого названия состоит в том, чтобы надо прийти, сдать взнос в виде, значит, десяти литров зерна и, значит, вступить в ряды. Метафизическое объяснение состоит в следующем, что, значит, вхождение в ряды дает возможность идентифицироваться с некими ковшами, доуэ, это ковш, с пятью ковшами небесными, и, а важнейший из этих ковшей это северный ковш, то есть, большая медведица с полярной звездой, то есть, это путь на небо, короче говоря, вот эти пять мера риса, так сказать, простая такая бытовая вещь, это, на самом деле, путь в небо. И вот такого рода идеология развивалась и получается, я подвожу некоторый, так сказать, промежуточный итог, что государственные мужи, которые, значит, почувствовали дефицит идеологии и боролись за китайскую идею в то время и придавали, естественно, всему этому религиозный статус и, значит, культ вокруг этого формируя, они, так сказать, привели к тому, что эти религиозные инициативы пошли с мест в других направлениях и, собственно, возникли те, значит, религиозно-идеологические ценности, которые, значит, из идей, овладев массами, стали материальной силой и привели вот к таким катастрофическим последствиям. Возвращаясь к морскому, династия Хань, когда восточная Хань, когда она образовалась, она, в общем-то, будем, если это возможно, использовать термины морзиско-ленинской историографии, носила какой-то более какой-то прогрессивный, централизующий заряд. Это, наверное, действительно связано с естественным ходом развития исторического процесса и с развитием китайской государственности. Буквально уже через, при втором императоре уже все начало возвращаться на круги свои. Здесь, надо сказать, что действительно, первый период истории этой империи, который длится с 1925 по 1975 год. Он приходится на время правления двух императоров великого Гуан-Уди, о котором еще надо сказать несколько слов, и его преемники, которые продолжают стабилизацию и развитие императора Минди. Гуан-Уди это 25-57, и, соответственно, Минди это 58-75 годы. Что делает Гуан-Уди сначала, ему достается совершенно скверное наследие. Действительно, Артем Игоревич называл сумму переписи налогоплательщиков около 60 миллионов в предыдущий период, и потом колоссальный спад. Здесь дело, наверное, даже не всегда идет о убийстве и убывании физически населения, сколько процессов связаны с сокращением числа налогоплательщиков, которые были в конце правления Ван-Мана. Во-первых, возобновляется такое бытовое и разные формы ущемления прав крестьян. Наверное, их нельзя назвать рабами, но это лично зависимые в разные формы зависимости, которые не являются налогоплательщиками, они уходят из оборота экономики. А в предыдущий период в правлении последних западно-хайских императоров все-таки государство начинало жить за счет собирания налогов. Потом появляются такая мощная прослойка, как арендаторы. Вот эти сильные дома или местные власти, которые фактически не подчиняются центру, а только договариваются на разных условиях, они привлекают к себе большое количество людей, которые могли бы быть этими налогоплательщиками и включаются в очень сложные патроны клиентские, вот эти арендаторские отношения, в общем-то, не поставляют в центр никаких налогов в основном. То есть, Гуануги нужно было решить эту проблему. Но первый вопрос вот этих первых реформ, это, конечно, всегда урегулирование управления высших эшелонов власти и административно-территориального деления. Ван Манн, великий экспериментатор, который мог себе позволить до 15-го, до 11-го года, до наводнения, он экспериментировал не только с валютой, но еще и с наделениями, с разделениями на отдельные территории. То есть, при нем возникло колоссально около 400 отдельных уездов. То есть, он крупные территории бывших царств до этого разделил на очень-очень много мелких территорий, предполагают, что может управлять каждым из них, назначив туда чиновник. Но вот чиновная система только формировалась в то время, и найти управленца для каждого из этих уездов было невозможным. Поэтому, да, вот эти сложные отношения с местными сильными домами приводило к тому, что управляемость центра была не очень эффективной. Вот в Гуан-Уди нужно было решить эту проблему. Поэтому одно из первых его действий, а он одновременно воюет, он воюет до 1937 года с противником. Это как раз урегулирование или поиск правильной, оптимальной системы административно-территориального отделения. Да, он пересматривает границы провинций крупных, да, пересматривает границы округов и сокращает число уездов. И вот это сразу дало достаточно большой народно-хозяйственный эффект. Кроме-то возобновив, как бы пытаясь отделить этих так называемых фухау представителей сильных дамов от общины, от крестьянского самоуправления. И чиновник становится как раз присланной столицей вот таким промежуточным звеном между государством и крестьянской общиной, которая организует поставку налога. Что бы еще хотел сказать про Гуан-Уди и это время? Одна из основных проблем, которая досталась с прошлых времен, это опять же как управлять землями. из западных аль мы помним, что одна из форм царского управления было создание параллельной структуры. Помимо официальных управляемых чиновниками провинциями, округами и уездами, существовали владения или удела. Гуф, который в качестве князей, фактически часто суверенных, полусуверенных правителей назначались члены императорского дома, те самые родственники по мужской линии, которым правитель мог доверить контроль. И создавалась параллельная структура. И вот Гуан-Уди как раз стал перед проблемой воссоздавать ли эту структуру или не воссоздавать, или воссоздавать ее в какой-то другой форме. И помню плачевный опыт западной Хань, где эта проблема длилась десятилетия, фактически весь период. Он нашел очень интересную форму. Он в начале правления своего, для того, чтобы скрепить власть над всей империей, он все-таки выделяет эти уделы, но, опираясь на опыт, он тут же назначает в качестве первых министров уже чиновников, доверенных ему, которые, людей, которые не были знатными, но сопровождали его в походах в предшествующие годы. И фактически с помощью их полностью контролирует действия своих родственников или людей того же года. Они стабилизируют и доход, и хозяйство, и так далее. Подводя такие предварительные итоги, можно сказать, что действительно к первой 20-30-е десятилетия нашей эры на территории Восточной Азии воссоздается Китайская империя и воссоздается в своем новом качестве. Многие проблемы, которые привели к кризису империи западных, они не могли быть решенными в предыдущее столетие, были успешно решены в этом первом столетии уже нового тысячелетия. И не случайно в силу этих обстоятельств Восточная Хань станет преобразом уже в дальнейших великих средневековых историях и из нее китайская цивилизация, китайская культура будет черпать свой культурный запас до настоящего времени. И в это время Китай становится частью мира. Мы уже, видимо, в будущем будем вспоминать посольство из Рима. В конце второго века постепенно будет налаживаться и великий шелковый путь китайцы дадут до Каспийского моря. Будут посылать сами посольство в Рим в Парфе шелковые товары будут придаваться в Рим. В это время Китай становится частью мира. Субтитры поисков истины. До встречи.